Члены правительства и главы регионов обсудили готовность к учебному году. Отчет в формате видеоконференц-связи принимал Дмитрий Медведев. В Югре ко дню знаний приняты все учреждения. Завтра для детей откроют в своей двери 699 школ. Три находятся на капитальном ремонте. Также проверки прошли вузы, СУЗы и коммерческие образовательные организации. Достаточно внушительные суммы были округом предусмотрены на подготовку к новому учебному году. Более 1,2 млрд рублей. Это консолидированный бюджет государственных и муниципальных финансовых средств, которые используются для подготовки, обновления материально-технической базы, закупки учебников. А учебников в этом году мы закупили более 750 тысяч единиц. Это все то, что пойдет на парты нашим школьникам. И учебниками также мы обеспечены на 100%. Надзорные органы, родительская общественность, представители профессионального педагогического сообщества все удовлетворены состоянием образовательных организаций. В одну смену в предстоящем учебном году будут обучаться почти 80% югорских школьников. До конца года планируют ввести в эксплуатацию еще три школы. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев отметил, что сейчас главная цель за 6 лет войти по качеству общего образования в десятку стран-лидеров. Для этого в первую очередь необходимо создать благоприятные условия для обучения. Два года назад мы начали проект по ремонту действующих и строительству немцев. Это серьезная большая работа. Причем должны быть школы нового типа сделаны. Ведь от того, как обустроено здание, какие там условия, в определенном смысле зависит желание детей просто приходить в школу и учиться. Ну, а родителей отправлять детей в школу. Там должно быть не только нормальное оборудование, классы, библиотеки, спортзалы, столовые, но и современная техника, оборудование и, конечно, доступ в интернет.